В Ташкентском Доме Фотографии открылась персональная выставка художника-керамиста, преподавателя Республиканской специализированной школы дизайна Юрия Николаевича Кима. В экспозиции, которая проходит в рамках Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства, посвященного Году заботы о человеке и качественного образования, представлено около 200 работ мастера. Юрий Николаевич, виртуозно владеющий секретами и выразительными приемами мастерства, по праву считается мэтром своего дела. Юрий Николаевич, на сегодняшней выставке какого периода работы представлены? Ну это в течение полутора лет собиралось. Это вот мелкая пластика, вот там горстки тоже мои, это самое, вазы и блюда. То есть около 200 работ, я точно не считал, но приблизительно 200 работ. Юрий Николаевич, что в свое время предопределило ваш путь в искусство? Почему вы из всего многообразия отдали предпочтение керамике? Я Бенькова учился на живописном. А поступал я в наш институт 4 года подряд. И меня вот судьба кинула на керамику, потому что на другие факультеты нам было тяжело поступить. И вот закончил керамику, и потом вот так как-то потихонечку-потихонечку начало процепаться это все. И где-то вот в 90-х годах я начал усиленно заниматься этим. Вот в 99-м году я стал преподавать в дизайн колледже. И там у нас были хорошие условия, все это. И я там очень много сделал работ. Но тех работ уже нету. Они все за границей, они все ушли, да. Это вот только сейчас, опять же я вернулся в эту школу. Только она сейчас в школу стала, раньше колледж был. И у меня там все условия, у меня печка, мастерская. И поэтому я вот немножко творю и детей обучаю. Мы сегодня находимся на выставке нашего преподавателя Кима Юрия Николаевича. Юрий Николаевич очень опытный, очень квалифицированный, творческий, очень интересный преподаватель. Он преподает в моем классе, у меня 11-й же класс, он у меня выпускной. И наши ученики с удовольствием выполняют дипломные работы. Наши дипломные работы составляют очень интересно творческих работ, такие как кашпо, люстры, вазы. Очень много интересного, сувенирных изделий. Дети очень увлекательно занимаются у Юрия Николаевича. Они с удовольствием ходят на его уроки. Они не только учатся, только как рисовать. Они даже учатся, как лепить и подобрать правильные цвета. Вы сейчас выставки, наверное, все видели. Очень интересные работы, эксклюзивные работы. Детям очень нравится учиться в нашем колледже. Юрий Николаевич, это не первая выставка. Он работает уже на протяжении очень многих лет у нас в нашей школе. Он каждый год устраивает свои персональные выставки. В прошлом году у него тоже была персональная выставка в выставочном зале, в центральном выставке в выставке. Были работы побольше, массивнее. Он каждый год обновляет свой ассортимент работы. Очень интересно. Я ему желаю удачи, творческих взлетов. И пусть он не устает, продолжает работать и воспитывает наших учеников. И делится своим опытом с подрастающим поколением. Сейчас очень модно стало заниматься керамикой. Очень много у нас студий сейчас разных. Я очень много помог людям. Открыть. Вот студия Поттервиль, это моя рекомендация. Я им помог печки поставить, краски найти. Вот Наталья Ялышева сейчас работает. У нее прекрасная работа. Вот мои ученики уже первый выпуск работают, уже мастера сами стали. В принципе, вот этот, чем я занимаюсь, вот в основном мелкая пластика. Потому что наши традиции узбекские, вот как-то выражают в этих работах своих. Поэтому вот мои работы очень востребованы. Уникальность и оригинальность выставки и творчества Юрия Кима, достойно продолжившего многовековые традиции узбекских керамистов и, безусловно, дополнившего их своими, отметил председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нур. Двух признанных мэтров связывает многолетняя дружба, зародившаяся еще в годы их совместной учебы в училище имени Бенькова. Вдвойне приятным событием для Юрия Николаевича стало вручение ему серебряной медали Академии художеств Узбекистана за заслуги в области развития прикладного искусства, подготовки подрастающего поколения, успехи в творческой деятельности. Как рождаются образы? Это что-то случайное, увиденное в быту? Либо это какие-то фрагменты, или же какие-то персонажи из легенда? Нет, скорее всего, это вот то, что опыт, да, вот, приходится. И я очень много ездил по стране, и, ну, изучение, традиции, быта, всего. И это все в голове сидит. Вот когда-то иногда, раз, всплески, бывает, увидел образ хороший, ага, домой пришел, зарисовал, а потом его воплощаемый. Особое место в творчестве Юрия Николаевича занимают образы, связанные с верблюдом. Мэтр считает, что это относительно спокойное животное, по-своему красивое и благородное. И, как ни странно, по наблюдениям автора, именно фигурки верблюда пользуются большой популярностью. Поэтому художник с немейшим удовольствием выполняет их в разных конфигурациях – сидячих, лежачих, бредущих. Вот у меня друг, вот, его зовут, мы кличку ему дали, кэмэл, это. Он не переводится к верблюду, а он переводится благородный. Понимаете, вот мы так привыкли. А вообще, вот, сам по себе верблюд какое-то вот несуразное животное, но оно красивое, понимаете, само по себе. И у меня спрос на них большой, понимаете. Поэтому я очень много их делаю в разных конфигурациях – сидящих, лежачих. Однажды вы сказали, что у вас есть такая мечта – собрать целый караван из тысячи верблюдов. Удалось? Нет, наверное, за эти 20 лет уже скопилось это, потому что у меня очень много Южной Кореи ушло работать. В Японии есть, в Германии есть, в Америке я делал выставку, там у меня осталось. Я сам, у меня ни одной вещи дома нет. То есть это все уходит, раскупает. Это же хорошо, когда вот так не стоят на витринах, а они уходят, понимаете. Юрий Николаевич, вот многие критики, многие ваши коллеги отмечают очень ваше такое трепетное, даже трогательное отношение с вашим же работом. А чем оно вызвано? Вы знаете, вот, даже не знаю, но я вот вообще, как только начал заниматься керамикой, у меня уклон шло на ювелирность. Вот хрупкость, именно в хрупкости вот есть красота. Когда вот такие вот статичные, обычно керамисты все стараются не выпучивать, все, чтобы не ломалось. А я наоборот, у меня сколько этих пальчиков, ножек, море, миллионы. Но в этом вся красота и прелесть, когда есть движение, и есть красота, да, вот. И она привлекает, вот этим и привлекает. Вот единственный мой недостаток, то, что хрупкое все. И поэтому вот это все, ну, а я считаю, набор, вот это мой конек. Я ювелирную керамику делаю, понимаете? Я очень впечатлена такими работами Юры Николаевича, потому что он и преподает, и творчески работает. Он всегда был работящим. Когда мы учились, он и нам помогал, и сам работал. Но он молодец. Молодец, Юра. Мы очень рады за тебя. Юрий Николаевич, вы довольно длительное время преподаете в школе дизайна. А чему вы в первую очередь стремитесь научить своих учеников? Я стараюсь привить любовь к глине прежде всего. Если человек вот так не брезгует глину, то он должен полюбить материал, почувствовать его. Вот это, он же когда в гармонии, во-первых, это моторику развивает, там, все. И когда человек с удовольствием в глине работает, и получаются хорошие, красивые вещи. Потому что это тоже материал, как это, живой материал глины. Поэтому вот я стараюсь привить вначале любовь к глине. А потом уже потом... И когда им нравится что-то, вот тогда они полюбятся. Если им не нравится, это бесполезно, понимаете? Ким Юрий Николаевич, долгих лет работает в нашем школе, школе республиканской специализированной, школе дизайна. Преподает по керамике. У него очень талантливые ученики. Он сам талантливый, и его ученики каждый год заканчивают по 8-9 учеников по керамике. Вместе с учениками он каждый год организует разные конкурсы, творческие выставки. Я думаю, Ким Юрий Николаевич очень хороший учитель. Вот видите, очень красивые росписи на легенах. Очень красивые мелкие пластики у него. Я желаю Ким Юрию Николаевичу еще долгих творческих лет. Думаю, вместе будем работать с Ким Юрием Николаевичем. И каждый год будут его ученики выпускаться по этой направлению. Юрий Николаевич, гордость любого наставника – это успехи его учеников. Безусловно. А кто является вашей гордостью? Вот у меня сейчас ученик Хабиев Марат. Он сейчас сам уже мастер. Это первый выпуск мой. Есть Мавлянов Юсуф, вот он сделал мавзолей Ислама Каримова, он делал, автор. Он главный художник керамической мастерской, ТКПИ. Потом еще есть Валера Фитеев здесь ходит. Он прекрасный керамец. Вот те первые года, которые вот вышли, они там три года учились. Но вот когда человек любят, у них получается. И вот они до сих пор со мной дружат, потому что я их научил чему-то, и они этим сейчас зарабатывают. Вот еще самое главное. Юрий Николаевич, у вас очень творческая семья. Вы представитель такой творческой династии. А какое влияние оказали на ваше творчество, скажем, ваш отец и ваш брат? Во-первых, мой отец очень рано ушел из жизни. Он был великолепным живописцем. Он был учеником самого живого Венькова. Но он очень рано ушел. Старший брат мой, вот кто оказал большое влияние. Потому что он очень много работ сделал в акварели, в камнях, в скульптуре. Но в основном он работал в акварели. Вот 9 ноября будет наша семейная выставка. Я только дополняю сейчас. Вот здесь 200, наверное, там будет 300 работ, скорее всего. Потому что я потихонечку опять буду набирать, набирать. И дай бог, вот 9 ноября будет уже грандиозная выставка там, в центральном выставочном зале. Это дань памяти близким людям, которым Юрий Николаевич многим обязан. Поэтому сейчас он активно и много трудится для того, чтобы представить на предстоящей экспозиции и свои работы. Юрий Николаевич, а что Вы думаете о современном искусстве, о его развитии в дальнейшем? Вы знаете, вот то, что в плане абстракционизма есть, я, честно говоря, очень далеко от этого. Потому что я все-таки сторонник традиционной традиции наших, обычаев. А вот это вот все, это не мое. Я, конечно, уважаю, пусть они занимаются, но каждому свое. Я предпочитаю заниматься нашими обычаями, нашими традициями. Потому что я через это выражаю свое отношение в искусстве. И мне кажется, вот люди, когда смотрят мои работы, улыбку сделали, мне приятно. Потому что я стараюсь вот такие образы делать, смешные. Потому что в этом и вся прелесть есть. Если люди покупают и, ну, радуются, смеются, вот это самое, просят меня именно вот такого сделать или так, Я иду на встречу, потому что раз человек покупает, не только он покупает игрушку, он еще и настроение покупает, понимаете. Продолжая в своем творчестве лучшие традиции узбекских керамистов, мастер не забывает о традициях семейных. Юрий Николаевич, Вы сказали, что Ваши дети не стали продолжать Вашу традицию. Но они все равно, вот мы сегодня видели выступление Екатерины, она все равно человек творческий. Да, да. То есть она занимается вокалом профессионально или же это любительское? Нет, она консерваторию закончила. Она сейчас преподает в музыкальной школе, вокал она преподает. До этого она ландшафтный дизайн в Киргизии закончила. Ну вот, у нее любовь есть к этому, но вот времени нет. Вот, может быть, внук у меня бегает, дай бог, может, у него проснется что-нибудь. Но он пока никак себя еще не проявляет. Нет, дети же сейчас компьютер, игры там, так это, у всех. Может, со временем компьютерный дизайн тоже отношения? Не, да. Самое главное, он в пять лет уже знал 195 стран мира, столицы, я не знаю, он знал в пять лет. Это он благодаря дочери, она его обучала, это все. Он прекрасно рисует. То есть все равно есть. Ну, я просто насильно не хочу, пусть сам выбирает. Вот сейчас мы его взяли, почему? Чтобы он видел, что дед его чем занимается. Поэтому, дай бог, вот он сейчас бегает, интересуется. Будем надеяться, чтобы когда-нибудь проснется. А все ли из того, что вами задумывалось ранее, в творческом плане удалось воплотить? Нет, конечно, нет, нет. Это вот, вы понимаете, это всего за год я сделал, полтора. А если бы это вот за все 30 лет, конечно, это капля в море. Это вот просто я к юбилею, вообще-то, планировал 9 ноября. Сестра моя говорит, нет, вот будешь свое отдельное сделать. Мне пришлось это все интенсивно делать. Ну, что смог, я вот около 200 работ я делаю все равно. Юрий Николаевич, есть ли у вас мечта? Ну, скорее всего, мечта у всех людей есть. Я вот, знаете, чем вот, не то что мечта, а вот цель моя. Что вот, так как я являюсь представителем династии, чтобы вот так лицом в грязь не ударить. То, что я продолжаю это, начатое дело вот с семьей нашей. И у меня вот как мечта есть, чтобы дети мои вот не занимаются, но я готовлю, то есть учу других детей. И вот, когда мои ученики становятся мастерами, значит, и мое имя будет жить, понимаете. Вот это и наше продолжение, то, что я род продолжаю, вот это как такая цель есть, чтобы через детей все равно, потом они будут учить, и все это будет жить, как говорится. Вот такая цель есть. На выставке среди ценителей искусства, учеников, коллег были замечены и друзья Юрия Николаевича, которые, помимо его профессиональных качеств, подчеркнули главное достоинство художника – умение дружить и сохранять свое постоянство. Я очень рада за Юру, то, что он сумел вот так вот достичь вот таких успехов. То, что сделал себе персональную выставку – это ему большой плюс, хотя у него был такой промежуток времени, когда он не работал. А сейчас он смог себя реализовать. Я ему желаю творчества и успеха, чтобы он в дальнейшем радовал своих учеников. И главное – здоровья тебе, Юрочка, мы тебя любим. «Будем у станка», – заявил мэтр, а это означает, что творчество и процесс созидания продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова